В Наринмаре отметили Татьянин день. В минувшую субботу на территории детской площадки в районе дома номер один по улице Швецова прошел шестой по счету фестиваль городской среды «Выходи гулять». Десятки мальчиков и девочек вместе со своими родителями стали участниками развлекательной программы, которую подготовили для них волонтеры и сотрудники Дворца культуры Арктика. Самые юные Наринмарцы стали участниками веселых стартов. Для гостей постарше волонтеры провели игру-квест. После выполнения заданий все желающие могли согреться горячим чаем со свежей выпечкой. Не обошлось и без сладких подарков. Как вам сегодняшний праздник? Очень хорошо сегодня на улице и нам очень понравились конкурсы. Как считаете, нужно такие праздники проводить? Да. Муды, как конкурсы. Да, потому что ребята веселятся и играют. Мне понравилось вот здесь вот сам квест, размышления искать, подсказки, все, вот это понравилось. А вообще нравится тебе атмосфера? Да. Музыка играет, ребят много. Как считаешь, нужно такие праздники проводить? Да. Всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять» проводится под патронажем Минстроя России в рамках реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В рамках реализации проекта создаются вот такие общественные зоны, которые в первую очередь должны быть востребованы. А востребованы тогда, когда они приходят люди, когда они нормально могут отдохнуть, погулять с семьями, с детьми, что-то новое узнать, развлечься, может быть, заниматься спортом. Поэтому самая главная идея этого праздника – привлечь людей на эти вновь созданные зоны и показать, что они востребованы. В целом на благоустроенных площадках окружной столицы и поселка «Искатели» фестиваль «Выходи гулять» будет проходить вплоть до наступления весны. У нас всего запланировано 12 мероприятий. Участвуют как город, так и «Искатели», то есть вот там, где были реализованы проекты в 2017 году. Значит, уже прошло 5 мероприятий. Это вот сегодня шестое, это самая большая площадка. Еще у нас самая большая площадка – это двор монтажников-искателей, тоже там позволяет организовывать большие массовые мероприятия. У нас они начались с 15 декабря по апрель месяц. В течение 2018-2020 годов на создание комфортной городской среды Инецкий округ будет ежегодно получать из федерального бюджета порядка 6 миллионов рублей. Еще по 60 миллионов рублей на каждый год закладывается в бюджете региона. А это значит, что благоустроенных дворов и общественных территорий станет больше. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».